Дорогие друзья, ну а мы продолжаем. И хотелось бы остановиться на такой очень интересной теме, как собственное тело. Мы хотим представить вам гостя, который сегодня в нашей студии. Зовут его Алексей Субботин. Он является директором медицинского центра Медекс. И, конечно же, замечательный пластический хирург. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, здравствуйте. Ну и хочется, конечно же, узнать, как сегодня пластическая хирургия позволяет стать лучшей версией себя. Ну, хочется сказать, что пластическая хирургия за последнее время продвинулась в нашей стране далеко вперед. И в плане осознания людьми необходимости обращаться к пластическим хирургам не только по своим, так называемым, капризам, как считалось раньше, но и для улучшения своего, в том числе и здоровья, не обязательно эстетического, но и физиологического. То есть пластическая хирургия решает такие задачи, как исцеление от каких-то приобретенных травм, повреждений, ожогов и так далее. Ну и вторая ее часть – это улучшение эстетической формы лица, тела, различных отчастей. Ну, к примеру, если есть какой-то шрам, можно ли его убрать? Вот в наше время сейчас разрабатываются и внедряются новые методики улучшения различных последствий повреждений, в том числе трофических язв, обширных рубцов, полученных в результате ожогов, ну и просто рубцов, приобретенных после только травм, но и оперативных вмешательств. Не только при помощи ножа, что называется, но и при помощи введения собственных тканей, извлеченных из каких-то других донорских зон. У нас подборжевая клетчатка в всем организме есть, мы забираем из какой-то донорской зоны, улучшая в том числе и вид этой донорской зоны, например, из области живота или бедер, и вводя в область рубцов или трофических язв, тем самым нивелируя контуры, улучшая контуры. И, как стало известно, в процессе введения этой ткани жир еще и несколько растворяет, если так можно сказать, рубцы, изменяет их внешний вид, приводит к качеству рубец, к качеству кожи практически, и заживляются трофические и различные лучевые язвы в том числе. Ну, потрясающе на самом деле, что современные технологии позволяют нам идти вперед, в ногу со временем, и действительно усовершенствовать и избавляться от каких-то недостатков, которые, ну, к сожалению, без них не обходится наша жизнь. Если возвращаться к вопросу эстетической стороны, то какие возможности есть сегодня? Ну, возможности на самом деле каждый год, даже каждый месяц расширяются, поскольку, если говорить применительно к разным частям тела, ну, например, область лица, раньше мы все живем, стареем, это не секрет, ткани у нас, кожа увядает, провисает вследствие гравитационного действия, морщинки возникают, складки. Раньше это исправляли только при помощи, опять же, хирургии с капелем, отслаивая обширно мягкие ткани, поднимали, фиксировали их, что достаточно травматично, длительный революционный период. Сейчас новые технологии позволяют, такие как нитевой лифтинг, тот же самый липофилинг, улучшить и освежить контуры лица без обширных отслоев ткани, проведением и подтяжкой с помощью нитей и с помощью введения также собственного жира, который не только наполняет ткань, он ревитализирует, то есть освежает кожу и разглаживает мелкие морщинки. Если говорить там про другие части тела, то тут тоже используются более, например, современные материалы для пластики, например, той же груди женской. Мы знаем, что создатель нас... Не всех одинаково наградил. Да, наградил всех по-разному объемами и формами, поэтому кому-то требуется дополнить объем для собственного эстетического восприятия, кому-то уменьшить и так далее. То есть современные импланты становятся более естественными по консистенции, более безопасными, более надежными, и практически они каждый год совершенствуются, и гель в них совершенствуется. Думаю, что скоро он будет, наверное, практически не отличим совершенно от собственной груди, и даже может быть в чем-то лучшее. В этом действительно анатомические формы еще приближены к естественному, максимально натуральному. Алексей, вы пришли к нам не с пустыми руками, принесли продемонстрировать импланты. Расскажите подробнее, вот есть образец современный, и есть образец, который использовался ранее. В чем разница, и как шагнули вперед технологии? Ну, вот у меня в руках два имплантика, они и те, и тот, и другой, и даже вот третий имплант, но это вот два одинаковых по качеству выполнения и по форме импланта, они просто разных размеров. Для разных пациентов нужны импланты разного размера, существуют определенные линейки, огромное количество имплантов, которые подбираются индивидуально. Эти имплантики чем отличаются? Это так называемый каплевидный имплант, который имеет форму капли, как видите, или анатомически по-другому называется, стекстурированной, то есть шершавой поверхностью. Вот он в вертикальном, горизонтальном положении, не меняет свои формы. Он применяется в определенных случаях, когда собственных тканей мало, и нужно создать именно вот такую форму груди. Он имеет достаточно плотную консистенцию, иногда может прощупываться в тканях, и не совсем подходит девушкам, пациенткам более возрастного ценза, когда как раз не требуется такой плотной ткани. Вот имплантик, вот можно его помять. Совершенно мягкий. Совершенно мягкий, совершенно гель эластичный, который по консистенции, свойственности напоминает ткань молочной железы. У него оболочка уже произведена с помощью нанотехнологий, как заявляют производители, и он в горизонтальном положении и вертикальном меняет форму. Естественную форму приобретают. Естественную форму, да, каплевидной, а в горизонтальном достаточно плоской, как и должно быть у женщин. Естественная грудь, как должна выглядеть. Поэтому вот, видите, технологии так меняются. В нем больше защит, больше защитных оболочек, чтобы ни одна молекула силикона не проникала и не мешала, вернее, не способствовала развитию каких-то заболеваний и кормлению детей. Можно, в том числе с этими плантами, дальше рожать и кормить детей. То есть спокойно дальше здорово. Потрясающе. Но мы знаем, что вы точно так же можете еще и отказать в операции. По каким причинам? Ну, пациенты, которые обращаются к нам, все, естественно, имеют определенную свою нервную систему, определенный, как говорится, набор знаний. И некоторые приходят, к сожалению, не всегда по показаниям вследствие каких-нибудь психологических травм, ситуаций жизненных, которые, например, их подвигают обратиться и что-то сделать с собой. Таким отказываем. Некоторые пациенты неправильно понимают то, что им мы можем предложить. Мы тоже просим их подумать и обратиться попозже. Мы помогаем, беседуем, говорим, что, может быть, какие-то альтернативные там есть методики, либо там вплоть до того, что есть в состоянии стресса приходят. Им просто нужно побывать у психолога, на самом деле у них все хорошо и так далее. То есть это всегда первоначальная беседа и разговор, рассмотрение конкретной индивидуальной ситуации? Обязательно. Причем беседа не короткая, достаточно длительная, чтобы вникнуть в проблему пациента, и чтобы проблема, которая приходит, была понята самим пациентом. Иногда сами не понимают, непросто. Да, есть моменты, где достаточно все быстро и просто, а есть, где нужно побеседовать и понять друг друга. И доверие, чтобы возникло между пациентом и хирургом. Ну, поскольку все-таки пластика, наверное, сегодня наиболее популярна среди женщин, к вам обращаться могут не только они, но также и сильная половина человечества. Конечно. Ну, не говоря уже о реконструктивных проблемах, которые там требуются, об эстетике, если говорить, то, естественно, мужчина в наше время в таком же социуме живет. Также ему хочется любому мужчине, который, значит, общается с людьми достаточно часто и на разном уровне, начиная от физических, которые работают, работник физического труда и социального и прочего. Естественно, хочется выглядеть хорошо, ведь здоровье и успех мужчины зависит в том числе от внешнего вида, поэтому все чаще и чаще мужчины обращаются. Но, кроме прочего, и детей вы тоже можете принять. Какие здесь показания? То есть это какие-то, опять же, травмы, аварийные ситуации? Есть ли какие-то особенности именно в обращениях? Да, мы, в принципе, по эстетической хирургии с нулевого возраста может оказывать любые воздействия реконструктивного и эстетического характера. Чаще эстетического характера деток приводят с отопыренностью ушных раковин. Когда у них появляется общение в садике, в школе, возникает… Дразнится начинает. Да, дразнится, травмы психологические, они плачут и замыкаются в себе. И если в этом возрасте ребенку не помочь, следствие, у него может развиться все до неврозов, то есть они замкнутся могут и так далее. Поэтому это вот как простой пример. Ну, естественно, там какие-то те же ожоги, но это очень избирательно каждый конкретный случай, потому что организм растет, кости растут, кожа растет. Поэтому некоторые моменты, когда у них есть контрактура, например, то есть рубцом стягивает какие-то конечности, да, мы помогаем. А если есть возможность потерпеть до полувозрелого возраста, нужно это сделать бы. Ну что, дорогие друзья, вот такие вот интересные аспекты мы узнали сегодня. И, знаете, не нужно ничего бояться на самом деле. Нужно просто прийти и поговорить с специалистом для того, чтобы получить правильный совет по поводу того, как и зачем, собственно говоря, исправить свои изъяны, если вы того хотите. Ну, а у нас в студии сегодня был Алексей Суботин, это директор медицинского центра Медекс и, конечно же, профессиональный пластический хирург. Ну, а мы вам желаем доброго утра и двигаемся дальше.